Там нас показывают? Или чёрный экран? Нет, не чёрный, показывают. Хорошо, окей. Доброго времени суток! С вами снова... Профессор Краснов. И дочка профессора Краснова, Александра Краснова. И сегодня у нас уже третий выпуск наших лекций-интервью. И сегодня мы поговорим о... Пребывании русского профессора в американском университете. Exactly. Начать мы хотим с того, как вообще русскому профессору можно попасть в Америку. И как же вы, Игорь Леонидович, попали в Америку? Есть за границей контора Кука. Если вас одолеет скука, и вы захотите увидеть мир, так начиналась поэма Самуила Маршака «Мистер Твистер». Я думала, это Высоцкий. В данном случае речь идёт не о конторе Кука. А речь идёт о программе Фудбрайта в Российской Федерации. Это не реклама. Нам не платили. Есть такая замечательная программа Госдепартамента США, которая даёт возможность преподавателям, молодым учёным, исследователям, деятелям искусств и так далее провести определённое время, иногда семестр, иногда целый учебный год в Американском университете или колледже. Это конкурсная программа, туда проходит довольно жёсткий отбор, туда могут подавать, в данном случае, все граждане Российской Федерации, работающие в российских университетах. И первый раз я попробовал подать на эту программу в 2007 году, не получил, снова подал в 2008 году. И в 2009 году первый раз по программе Фудбрайта мы ездили всей семьёй в город Улутштадт, Миннесота, в колледж святой схоластики. А сразу, пока далеко не ушли, какие могут быть причины для отказа в спонсорстве? Ну, причин может быть много. Там существует совет, состоящий из американских и российских экспертов, которые рассматривают заявки и отметают сразу те, которые не годятся по многим критериям. Те, кто проходит во второй тур, приглашают на собеседование в Москву. Если проходишь собеседование в Москве, то это уже, в общем, как бы... Зелёный свет. Зелёный свет, совершенно верно. А в 2018 году по приглашению и по заявке, которую мы писали вместе с американскими коллегами из Университета Святого Мартина, город Лейси, штат Вашингтон, мы написали вместе заявку на программу, которая называется Scholar in Residence, как бы приглашённый преподаватель. И эта программа уже на целый учебный год. Несмотря на то, что Фулбрайта стипендию обычно два раза не дают, как мне было сказано в Москве, но в этот раз они пошли навстречу, видимо, благодаря усилиям моих американских коллег. Тем не менее, в августе 2018 года мы, опять же, всей семьёй уехали в город Лейси, штат Вашингтон, где я работал в качестве преподавателя в Университете Святого Мартина. Нам показалось интересным поделиться некоторыми аспектами, некоторыми моментами моего пребывания в американском университете. Да, может быть, это будет интересно послушать не только потенциальным смотрящим профессорам, но и студентам или просто учащимся, то, какие возможности есть и о которых мы, возможно, не знаем. Поскольку, как я уже, по-моему, говорил, моя работа по жизни вообще заключается в том, что я рассказываю российским студентам про Америку, а американским студентам про Россию. Ну, вот в данном случае это был второй вариант. Как бы я преподавал, причём преподавал не сам, не один, а это был такой co-teaching, то есть нас было двое преподавателей в аудитории, мой американский коллега и я. И в одном семестре я преподавал курс, который назывался Russian and American Short Story, то есть короткий русский и американский рассказ, где мы, соответственно, читали рассказы. Рассказы русских авторов, естественно, были все в переводе на английский язык, потому что русским языком в достаточной степени там студенты не владеют. Всё было на английском языке, но было, в общем, довольно интересно. На одном занятии мы обсуждали американский рассказ, на другом занятии обсуждали российский рассказ, и потом, в общем, там сравнивали, студенты писали работы и прочее, прочее. Это было очень интересно, поскольку в жанре короткого рассказа там очень много есть общих моментов, общих черт. Многие американские писатели говорят о том, что на них очень сильно повлиял, например, Антон Павлович Чехов, ну и русская классика тоже вот как бы очень сильно повлияла. В то же время и мастера американского короткого рассказа, такие как Hemingway, Raymond Cover, Flannery O'Connor, они также повлияли на многих писателей не только в России, но и во всём мире, я так думаю. Ну вот интересные были моменты в этом плане, связанные, например, хотя бы с таким простым явлением, как имена. Имена собственные, имена людей. Для американских студентов, особенно не владеющих русским языком, Анна Иванова и Анна Ивановна, в принципе, это было одно и то же. Они не совсем понимали, что это имя и фамилия, или имя и отчество. У них, поскольку нет отчеств, то вот приходилось объяснять, что всё это завязано на грамматический род, что вот если Анна Ивановна, но если бы это был мальчик, то это был какой-нибудь Андрей Иванович. Хотелось бы сказать, прежде чем более подробно говорить о курсах, которые я преподавал, хотелось бы сказать о таких вещах, которые бросаются в глаза русскому преподавателю в американском университете. Первое, это, конечно, расовое и этническое многообразие. То есть ты заходишь в аудиторию, и там сидит, так сказать, весь цвет. У меня в классе были там с Гавайских островов, Соломоновых, Сейшельских островов. Новая Зеландия. Была Новая Зеландия, были корейцы, японцы, были саудиты из Саудовской Аравии. Китайцев много было. А нет, наоборот, китайцев было мало. Китайцев в этом году не было вообще. Были, соответственно, чёрные ребята, американцы. То есть вот сидит вот это многоцветие, и ты им пытаешься рассказывать о великой русской литературе. «Белеет парус одинокий» Михаила Юрьевича Лермонтова и прочие вещи. Ну, в общем, соответственно, это воспринимается разными людьми, очень по-разному, в зависимости от их, так сказать, бэкграунда. В полной мере, мне кажется, понять русскую литературу, в особенности поэзию, в особенности Михаила Юрьевича Лермонтова, которого я так люблю, может только русский человек. Ну да, ну, как бы мы поэзии, поскольку предмет у нас был короткий рассказ, мы поэзии касались постольку-поскольку, но всё равно без поэзии, в общем, было не обойтись. Ну да, наверное, прозу как-то легче. Поэтому, ну, короткие рассказы, я бы сказал, что переводы были очень хорошие, на самом деле. Переводы были очень хорошие. Вы брали эти книжки в библиотеке, да, универска? Ну, там было заказано, конечно, у студентов, у всех была своя копия, они всё читали. То есть, подборка переводов проходила без твоего участия? Безусловно. Подбор книг шёл, это была совместная работа вместе с профессором Джеффом Бёркетштейном, и он, кстати, нашёл очень хороший сборник русских рассказов в английском переводе, и составитель снабжал каждый рассказ ещё своим предисловием, где немножко была дана информация об авторе, его или её основных трудах, основные, так сказать, тенденции. Это очень помогало, хотя, в общем, как я выяснил, где-то, значит, уже посреди семестра, не все студенты эти предисловия читали. То есть, они сразу переходили к самому рассказу, а предисловия... И потом я говорю, а вы что, предисловия не читали? Они говорят, нет, не читали. А говорю, а почему? Вот и пришлось, так сказать, указательно им заявить, пожалуйста, всегда читайте предисловия. Да, в этот момент я прям чувствую схожесть, на самом деле, русских и американских студентов, потому что у нас даже, ну, в учебнике по литературе, если его кто-то читает обычно, ну, тоже, да, есть какое-то предисловие, то есть, там, про автора, тоже про его личные какие-то аспекты жизни, бла-бла-бла, что он вложил в это произведение, там, всю душу, работал 10 лет, и что этот образ он черпал от этого, этот оттуда-то, и вообще тут очень всё биографично. И потом тоже приходят на занятия, типа, откуда он черпал этот образ? И просто учитель такой, читайте предисловия, но не просто так там написано. Конечно. Ну, мне представлялось, что уж коли вы не владеете русским языком, и не можете прочитать это в оригинале, но прочтите хотя бы предисловие переводчика, который для вас старался, и вам немножко вот это дело разжевал. Ещё один момент, касающийся интересных отличий американского класса в университете от русского, это, конечно, внешний вид американских студентов, и в первую очередь, конечно, студенток. Это? Углядело бы ещё вполне прилично. Это очень прилично, да. Учитывая то, что я как-то поработала над своим лицом и над головой. Поскольку американцы, студенты, особенно те, которые живут на кампусе, то есть вот прямо, так сказать, в этом университетском городке, в общежитии, они вообще на этот счёт очень сильно не переживают, и уж, конечно, утром по полчаса или по часу перед зеркалом, за макияжем никто из них не проводит. И некоторые приходили, особенно на утренние занятия, буквально в пижаме. Да, и в этих пробковых тапочках. Ой, вымораживало меня тоже это всё в школе. Нет, русские себе такого не позволяют. Не позволяют себе просто никогда, за что им большое спасибо. Вот. А ещё один курс, который я преподавал уже в весеннем семестре с другим моим коллегой Джейми Олсоном, вот тот курс, мне кажется, такой более показательный, ну, во всем случае, мне кажется, не менее интересный, назывался Russian Film and Literature. Фильмы, которые преподавались, они смотрелись на русском языке с английскими субтитрами, то есть литературные произведения читались в переводе на английском, а фильмы наоборот. И что мы с Джейми сделали? Мы вот как-то сели перед началом семестра, мы сели у него в кабинете и стали думать. У нас идея была такая, что мы будем составлять пары фильма и литературного произведения. Либо фильм поставлен по данному литературному произведению, как, например, «Дама с собачкой», либо литературное произведение ведёт речь о каком-то историческом периоде, какой-то эпохе, или затрагивает какие-то темы, которые потом можно увидеть уже так воплощёнными в фильме, в кинематографе. И с моей точки зрения получилось очень хорошо, очень интересно, у студентов был такой живой отклик. Но там тоже, конечно, было не без вариантов. Но в целом я ещё потом добавил, ну как бы не потом добавил, а сразу добавлял ещё как бы вот к этой паре фильм и рассказ, или там поэтическое произведение, я добавлял ещё, так сказать, в этот треугольник, ещё один угол, добавлял элемент культуры и объяснял, почему это важно для русской культуры, почему это так работает. Ну вот в качестве примера могу сказать, что мы начали с того, что читали поэму Пушкина «Медный всадник» и смотрели фильм «Русский ковчег», да, Сокурова. Фильм, который снят одним, так сказать, приёмом, with one take в Эрмитаже. Ну, в общем, всё очень красиво получилось. Да, вот потом мы также смотрели, читали «Кавказский пленник» Толстого и смотрели «Кавказский пленник». Нет, мы о ней упоминали, но мы смотрели «Кавказский пленник современный» с Сергеем Бодровым и Олегом Менщикова. Ну, в общем, потом мы смотрели «Летят журавли» и читали Платонова. Сколько длился этот курс? Ну, все курсы длятся один семестр. Две семестры, да. Потом, в общем, Джейми, он пытался как бы всё больше какие-то серьёзные такие вещи, ну, там «Летят журавли», потом вот мы смотрели «Утомлённые солнцем», читали, значит, Ахматову «Реквием», читали «Мандриштама». Это даже мне было тяжело читать, там такое… Вот, да, и смотрели «Утомлённые солнцем», и потом я сказал, «Джейми, мне кажется, вот, надо немножко, так сказать, дать слабину, иначе наши дети нас возненавидят». Да, и я сказал, давай немножко добавим юмора. Вот, и смотрели мы «Иронию судьбы» или «Слёгким паром»? Я приходила на ту лекцию. Ну, кстати, я когда смотрела «Иронию судьбы», это был, на самом деле, был первый раз, когда я посмотрела этот фильм, а, не в Новый год, и, б, от начала до конца, и что было самое странное, это то, что он был с английскими субтитрами. Ну, и, конечно, по поводу этого фильма, естественно, было много вопросов и обсуждений. Неужели так много пьют? Да, и почему? Ну, кстати, если посмотреть фильмы другие, да, там «Летят журавли», и даже там «Утомлённые солнцем» и так далее, там везде пьют, вы уж меня извините. Пришлось объяснять, что, ну да, ну что делать, а что у вас не пьют? Если Хемингуэя почитать, то там у него просто больше ничего не делают. Какое литературное произведение мы туда подставили? Мы туда подставили, естественно, Сергея Довладова. По многим причинам, да, но поскольку там тоже тема, так сказать, алкоголя присутствует, но это тоже должно быть смешно. Вот, ну, в общем, всё как в фильме «Ирония судьбы». Интересный момент заключался в том, что мы читали две главы из книги Довладова «Компромисс». То есть два «Компромисса» мы читали, вот, и когда мы прочитали один из них, который называется «Человек родился», тогда Джейми не было в аудитории, я был один, я пришёл и задал вопрос. Поднимите, пожалуйста, руку, кто считает, что это смешно. В аудитории было около 30 студентов, поднялась одна рука. Я не мог поверить, вот, своим глазам и ушам, что никто не понял, что это должно быть смешно. Ну, тогда пришлось объяснять. Ну, я хотел бы здесь процитировать, да, чтобы не быть голословным. Буквально маленькая цитатка из этого самого «Компромисса». Посмотрим, будет ли смешно нашим зрителям и слушать. Значит, герой Довладова должен пойти в роддом и сообщить о рождении 400-тысячного жителя города Таллина. Звоню в редакцию, подходит Туранок, это фамилия такая. Слушаю вас, Туранок. Генрих Францевич, только что родился мальчик. В чём дело? Кто говорит, это Довладов из родильного дома. Вы мне задание дали. А, помню, помню. Так вот, родился мальчик, большой, здоровый, 58 сантиметров, вес 4200, отец Эфиоп. Возникла тягостная пауза. Не понял, сказал Туранок. Эфиоп, говорю, родом из Эфиопии. Учится здесь. Марксист, зачем-то добавил я. Вы пьяны? Резко спросил Туранок. Откуда? Я же на задании. На задании. Когда вас это останавливало? Кто в декабре обливал районный портактив? Генрих Францевич. Мне неловко подолгу занимать телефон. Только что родился мальчик. Его отец дружественный нам, Эфиоп. Вы хотите сказать, чёрный? Шоколадный. То есть негр. Естественно. Что же тут естественного? По-вашему, Эфиоп не человек? Довладов, исполнил муки голосом, произнёс Туранок. Довладов, я вас уволю за попытки дискредитировать всё самое лучшее. Оставьте в покое своего засранного Эфиопа. Дождитесь нормального. Вы слышите меня? Нормального человеческого ребёнка. Ладно, говорю. Я ведь только спросил. Я помню, когда я впервые читал это, сам я буквально упал под стол от смеха. Потому что мне кажется, что это невероятно смешно. Американские студенты увидели здесь расизм, неуважение и прочее. И как это можно? Почему это из Эфиопии? Он ненормальный? В общем, как говорится, когда нужно объяснять, то уже не нужно объяснять. Но я, тем не менее, попытался как-то расцветить и дать понять, что здесь присутствует абсурд советской жизни. Что это партийное задание и прочее, и прочее. И что с этой номенклатурой по-другому нельзя, без известной доли абсурда, как постоянно пишет Довлатов. Ну, в общем, как выяснилось, юмор дается тяжелее всего. Вот серьезные вещи, тот же Реквием Ахматовой, тот же Достоевский, не говоря уже о Чехове и более таких легких вещах, они давались более-менее нормально. И, в общем, там было интересно обсуждать. Очень странно, что Реквием Ахматовой дался легче Довлатова, потому что Реквием Ахматовой, там столько отсылок. Там вот просто нужно понимать вот все эти метафоры и все эти образы, которые Анна Ахматова использовала, чтобы понять вообще, что она вложила. Я подозреваю, что американские мои студенты не сильно вникали вот именно в образную систему и все эти вещи. Они, мне кажется, пытались уловить суть, да, о чем это, да, и почему это так страшно. Вот, они посмотрели «Burned by the sun», «Утомленные солнцем», и все у них там встало, как мне кажется, на свои места, как бы кликнуло, как в кубики рубрика. К чему мы, в общем-то, и стремились. Мы не пытались из них сделать литературоведов, которые хорошо разбиваются в русской литературе. Это все было для того, чтобы просто сделать им такое введение, что ли, в русскую культуру через литературу и кино вместе взятые. А вот если по воспоминаниям какой фильм вызвал наибольший резонанс? Или вот больше откликов каких-то мыслей было? Мы провели опрос с Джейми в конце курса. Больше всего понравилась «Ирония судьбы», «Летят журавли», и на третьем месте, по-моему, было как раз «Утомленные солнцем». Вот эти три фильма, некоторым, там, по-моему, третье место поделили «Утомленный солнцем» и «Русский ковчег». Им очень понравился вот этот «Эрмитаж», «Костюмы» и все вот это. А если книги? Книги, ну вот, к моему большому сожалению, Довлатова на первое место не поставил, по-моему, никто. Ну, я говорю, потому что вот юмор очень тяжело дается. Если я правильно помню, то понравился многим, очень понравился Лермонтов, понравился Чехов. Многим понравился Пушкин, вот, поэма «Медный всадник». Я должен сказать, что перевод «Медного всадника», который мы брали, был очень хороший. Просто читалось очень легко. Вот, поэтому, с моей точки зрения, был потрясающий опыт, очень интересный. И как для меня в профессиональном плане, так, я надеюсь, и для американских студентов. Они мне написали, потом так вот подарили открыточку, где там многие написали всякие хорошие, добрые слова. Вот, это все при том, при всем, что, значит, нужно понимать, что американские студенты выбирают то, что они будут изучать самостоятельно. И делают это не один раз в 17 лет на кухне, перед тем, как решить, на какой факультет поступать. Какой ЕГЭ сдавать. Да, а они это делают каждый, перед каждым семестром. Они сами выбирают себе набор предметов, которые они будут в этом семестре изучать. Да. И, соответственно, это относится не только к университету, но и к школе. Кстати, с какого, со средней школы начинается вот эта выборная система? По-моему, даже уже в младшей школе есть по чуть-чуть уже вкрапление предметов по выбору. В средней школе их становится больше, а в старшей школе, да. А в университете буквально все 100% предметов, каждый студент сам выбирает, когда и что он или она будет изучать. Вот, соответственно, когда они видели анонс того, что там будет какой-то русский преподаватель с неизвестным именем, чего-то им рассказывать. В общем, ожидать какого-то большого ажиотажа, наверное, было бы грешно и неправильно. Но, в общем, я должен сказать, что у меня был, так сказать, full classroom. То есть у меня было примерно по 30 студентов на каждом курсе. Ну, конечно, во втором семестре я там уже стал более-менее известен. И, как бы, многие студенты и преподатели меня знали, и, видимо, так сказать, слухи поползли, что называется. Ну, хотя мы светились много. Да, я потом еще стал петь в университетском хоре. И, в общем, тоже, так сказать, себе... Выступали, мы ездили везде. Вот, и было... Но, тем не менее, было приятно, что вот мой курс выбрали без там какой-то мощной рекламной кампании или чего-то. Они прочитали и решили, что вот им это, наверное, будет интересно и полезно. Вот. И работать с моими коллегами замечательными было очень здорово. Ну, помимо этого, я вел еще два других курса, которые не связаны были с русской культурой. Вот один курс межкультурной коммуникации, который я тоже вел вместе с американской преподавательницей русского происхождения Ириной. Тоже замечательный был опыт. Вот. А еще один курс, это был уже для, как сказать, аспирантов. Да, это уже были взрослые, закончившие университет. Люди, которым нужно было получить лицензию на преподавание в школе. И им нужно было пройти определенный курс. Вот я преподавал вместе с преподаванием аргентинского происхождения. На этот раз мы вместе преподавали. Там у меня было всего лишь 9 человек, была небольшая группа аспирантов. Ну, у них там больших групп и не бывает. Но это уже были взрослые люди, с которыми, конечно, можно было ввести... Вступить в полемику. Вступить в полемику, обсуждать всякие педагогические, методические аспекты российского и американского образования. Там было очень интересно тоже. Но это уже был, так сказать, уровень несколько повыше, такая планочка. Но тоже было очень здорово, интересно. И вот в заключении хотелось бы сказать, что программа Фулбрайта считается в Соединенных Штатах Америки, в первую очередь. Это как высший пилотаж в академической среде. И поэтому принимали нас там просто как особ королевской семьи. То есть нам выделили жилплощадь, нас приглашали там на всякие приемы официальные. Президент университета, проректор университета. И просто отношение было чрезвычайно уважительное и такое очень-очень дружелюбное, как родных встречали. За что я буду, так сказать, до смерти благодарен всем, кто принимал в этом участие и кто сделал наше пребывание в университете Святого Мартина таким приятным и полезным. Вопрос, оглядываясь на вот этот опыт преподавания четырех курсов, какой принес, ну грубо говоря, больше удовольствия? Или было легче? Или самому больше понравилось? Основываясь на каких-то, может быть, реакциях студентов? Ну мне трудно, ну как бы вот из четырех я бы назвал два, о которых в основном и сегодня говорил. Вот это короткий рассказ русский и американский. И, соответственно, русская литература и кино. И потому что это, ну во-первых, я преподавал с людьми, которых давно знаю и которые считаю своими друзьями. Ну и с одним и с другим было очень здорово вместе работать, хотя они очень разные люди, но вот просто с ними, особенно вот с Джеффом, мне кажется, у нас такой был тандем, как почти Леннона и Маккартни. Вот как-то вот мы playing of each other, это называется вот, слушая друг друга и как бы раз, выхватывая какие-то идеи и продолжая, и вот так вот так. И у нас просто все так шло таким естественным путем, без какого-либо напряга, так с шутками, прибаутками. В общем, довольно весело. А вот то, что касается фильмов и литературы курса, то там мне, ну имеется в виду в плане содержательности и того, чем мы его наполнили и как мы это делали, мне показалось, это было очень интересно. Мы, кстати, с Джейми съездили на две конференции, где мы выступали и делились своим опытом как раз вот преподавания этого курса. Одна конференция была в городе Луивилл в штате Кентукки, а другая была в Сиэтле, штат Вашингтон, где мы, в общем, получили довольно неплохой отклик и много было вопросов. В общем, мы неплохо и там выступили, вот как раз вот с этим... Звездили, короче. Да-да-да, вот с этими как раз темами. Надеемся, что вы получили удовольствие от нашего третьего выпуска. Близимся к нашему первому маленькому юбилею в лице пятого выпуска. На сегодня... Это всё. Это всё. С вами был... Профессор Краснов. И дочка профессора Краснова, Александра Краснова. Спасибо вам большое за просмотр. Goodbye. Увидимся, пока. Молодец.